Это для гаревого спидвея. Это гонки по гаревой дорожке. Такое есть? Да, есть такое. Мотоцикл ездит в виражах боком, напрямую. Ну, скоростя тоже очень высокие. Когда-то известные спортсмены мотоциклетной федерации «Край» сейчас ютятся в старом холодном здании. Какие-то мотоциклы купили, какие-то собрали из кучи металлолома. Все своими руками. Евгений Максимов пришел в мотоспорт еще в 79-м году, когда ему было 12 лет. Он и другие ветераны, которым уже под 60, до сих пор раскатывают лед на своих мотоциклах. Уверенно сидят за рулем и такие мальчишки, как Ярослав. Ему всего 8. У меня брат катался тоже на мотоцикле, но он сломал себе руку. И потом я начал кататься. Хороший начал. Почему ты начал кататься, несмотря на то, что увидел такой печальный опыт своего брата? Я заменил своего брата. Не каждый ребенок, допустим, может заниматься плаванием, может заниматься хоккеем. Ну, кому-то это интересно, кому-то это неинтересно. И вот здесь в основном собрались те люди, которым эти виды спорта не интересны. А интересны именно технические виды спорта. Именно заниматься моторами, заниматься мотоциклами, кататься, как-то физически работать над собой. В начале 90-х развалился Советский Союз, ДОСААФ, а вместе с ним и мотоспорт на Алтае. А ведь еще в 80-х зрелищные заезды собирали многотысячную толпу на стадионе «Локомотив». Фанаты ездили за спортсменами по всей стране. Сейчас, говорит Максимов, уже и на соревнования толком никто не выезжает. У спортсменов и федерации на это нет денег. Был бы свой стадион, мы бы тренировались регулярно, не так, как мы сейчас на озерах. Выскочишь, пока метели нету, разгребешь, разгребешь. В последний раз крупные соревнования по ледовому спидвею Алтай принимал еще в 83-м году. Почти 38 лет перерыва. И вот новый шанс. В этом году старты всероссийского уровня пройдут в Барнауле. Обойдутся федерацией они в 700 тысяч рублей. Это заливка льда, очистка снега, топливо и не только. Для федерации сумма неподъемная. Часть расходов взял на себя краевой Минспорт, но это ситуацию не спасает. Мы процесс и перспективы развития мотоспорта в Алтайском крае буквально только что обсуждали с депутатом Алтайского краевого законодательного собрания Сергеем Николаевичем Прибом. Он активно поддерживает этот вид спорта. И федерация обратилась ко мне. Сегодня мы встретились, познакомились для того, чтобы принять решение, чем я могу быть полезен этому виду спорта. Одна из статьи расходов – аренда машин скорой помощи. Минздрав может предоставить лишь одну бригаду, а по условиям соревнований их нужно три, включая реанимобиль. Это 90 тысяч рублей за два дня. Эти и некоторые другие расходы взял на себя депутат Государственной Думы Александр Прокопьев. Все же понимаем, что если это черепонет... Ну конечно, это уже не шоу будет. По четыре человека заезд у них, возможно соприкосновение, падение на езд друг на друга. Это черепно-мозговая травма, переломы конечностей, верхних и нижних конечностей, кости, таза, кровотечение, возможно. Это самое опасное, чего мы боимся. Молодежь по регламенту не может принимать участие в соревнованиях, которые пройдут в Барнауле, но может болеть за своих. Заезды пройдут 6 и 7 марта на стадионе Клевчиня. Быть может, это и есть тот самый поворотный момент в истории алдайского мотоспорта. Ирина Корчагина, Андрей Печоркин, Александр Антропов. День с толком.